Здравствуйте! В эфире программа «Соседи по планете» и ее ведущая Екатерина Герасимова. Сегодня гвоздь нашей программы – это настоящая мечта многих мальчишек и девчонок. У этого животного есть грива, хвост и копыта, а еще на нем можно ездить верхом. Догадались, кто это? Правильно, это лошадь. Это копытное не только красивое и благородное животное, но и самый настоящий лекарь. И сегодня мы с вами поговорим об эпотерапии и узнаем, как и почему лошади умеют исцелять. Лошадь Лошадь – прекрасное и благородное животное. Оно завораживает своим видом многих ценителей красоты и живой природы. Лошадей воспевают, с них пишут картины, ими любуются и их любят. Это животное, которое уже много веков существует рядом с человеком, в свое время помогало ему пахать землю, возить грузы. Сейчас, когда вокруг нас так много различных технических средств, лошадь во многом утратила свое важное значение в повседневной жизни человека. Сейчас на это создание в городах смотрят скорее как на экзотику. И тем не менее, лошадь все еще может приносить пользу. Она может стать незаменимым лекарем. Именно благодаря этому копытному на свете есть такое чудесное средство практически от всех болезней. Называется оно ипотерапия. Ипотерапия – это оздоровительная, коррекционная, верховая езда с помощью лошади. И лошадь часто применяется именно как тренажер, что ли, можно так сказать. То есть здесь идет именно воздействие на психику, помимо физического воздействия. И действие ипотерапии заключается именно в том, что ребенок и эмоционально как-то становится более активным, и физически он развивается, укрепляется мускулатура, то есть улучшается кровообращение в организме. Показания у этой исцеляющей езды самые разные. Лошадь приходит на помощь всем. В основном это ДЦП, плюс психологические, психические расстройства. Просто даже социальная адаптация не помешает даже элементарно детям, у которых проблемы, скажем так, в социальной сфере. То есть многим детям бывает сложно найти общий язык со сверстниками, с родителями. Они еще находят, как правило, выход в этом в агрессии. А рядом с лошадьми, опять же, они совершенно меняются в лучшую сторону. Вот, например, воспитанники дома-интерната в возрасте от 14 до 18 лет, которые имеют диагноз «умеренная умственная отсталость», приходят заниматься с лошадьми уже третий год. В результате общения с лошадьми верховой езды дети получают огромный заряд бодрости. А самое главное, у детей поднимается настроение. А самое главное, это наши дети расширяют границы именно своего мира, приобретают новый опыт общения и получают огромный положительный заряд, который делает жизнь наших детей более полноценной, яркой, насыщенной. Как отмечает воспитатель детского дома-интерната Маргарита Звягинцева, многие ребята после общения с лошадьми перестают быть агрессивными. У них улучшается настроение. Они становятся более открытыми и общительными. Вы знаете, вот когда отсюда выходим, у них столько вообще эмоций, столько всего, двое вообще, это очень прекрасное общение такое. Лошадь настолько сильно может воздействовать на больного человека, как физически, так и духовно, что порой практически безнадежные больные сами начинают сидеть, передвигаться. Конечно, во многом эффект от ипотерапии зависит от возраста пациента и от тяжести заболевания. Заниматься мы начали с июля месяца этого года. Занимаемся потому, что у нас диагноз ДЦП, и при нашем диагнозе ипотерапия как раз показана для укрепления мышц и общего эмоционального развития. При занятиях ребенок стал эмоционально активнее, то есть ярче эмоции стали. Ей очень нравятся и лошади. И также заметны физические улучшения, то есть мышцы стали намного крепче. С каждым занятием малышка чувствует себя все лучше, во многом благодаря именно лошади. Тут важен как и телесный контакт лошадь и человек, так и движение с самого лошади, то есть движение эти невозможно имитировать никаким тренажером, никакими массажами или занятиями. То есть это чисто телесный контакт важен, который нельзя получить больше. Не только дети, но и взрослые приходят общаться с лошадьми, лечиться с их помощью и преодолевать собственные страхи. В общем, я очень люблю лошадей. Я когда еще ходила, я даже боялась к ним прикоснуться. Мне почему-то было страшно. После, когда я уже упала, мне предложили на экскурсию сюда прийти. Пришла кое-как через страх, потрогала лошадь, и вообще это обалденное чувство было. Дальше больше. Мне захотелось уже прокатиться. И в прошлом году я осмелилась. Мечты сбываются. И теперь Екатерина очень рада, что может близко общаться с лошадьми и отмечает благотворный эффект, который оказывает на нее езда верхом. Я заметила, что у меня спина лучше начала работать. Ноги начали... Я вот как груз еще к коллегам приспандорила, присоединила, одела. И со временем ноги потихоньку, получается, тоже улучшаются и упускаются, выпрямляются. Но, как бы все прекрасно ни звучало, у ипотерапии есть и противопоказания. Некоторые инфекционные заболевания, заболевания почек и сердца, хотя все допустимо при правильно распределенной нагрузке. Это в основном гемофилия, ломкость костей, какие-то острые инфекционные заболевания. В общем-то, вот весь список. Стандартное занятие длится от 20 до 40 минут, от 1 до 5 раз в неделю. Основные упражнения – это элементы гимнастики. Лошади настолько терпеливые животные, что во время занятий малыши порой даже рисуют на них мелом. И даже это оказывает положительный эффект. Если там, скажем, сильная спастика, то достаточно просто сидеть, и мышцы со временем начинают расслабляться просто от того, что ребенок сидит, не применяет никаких физических усилий, над ним не выполняется никакого насилия, скажем, в плане привязывания, притягивания. Он сидит, лошадь двигается, мышцы начинают автоматически в него работать. И он сам того не замечая, потихонечку расслабляется, то есть спастика уменьшается. Не каждая лошадь может стать терапевтом. Она должна обладать определенными качествами и параметрами. Это должен быть мерен, либо кобыла старше 6 лет, очень спокойный, уравновешенный, с хорошими движениями. То есть лошадь не должна волочить ноги, она должна идти аккуратно, спокойно, уверенно и ритмично. Но при этом лошадь, естественно, должна быть ухоженная, упитанная, чтобы на ней было удобно и гигиенично сидеть, работать. Из сынских лошадок копытными терапевтами стали всем известный буран, пепел и чипа. Лошадки ежедневно готовятся к приему пациентов и ежедневно помогают детям и взрослым улучшить качество и своего мироощущения. Лошадь является как катализатор, как посредник. То есть через нее он может проверить свои ощущения, проверить свое воздействие на окружающую среду. Через посредника намного проще, чем контактировать напрямую. Поэтому, может быть, не знаю, еще говорят, ну температура тела у лошади, ее двигательный импульс влияет. Но все-таки здесь, я думаю, зависит от ипотерапевта, от правильности применения средств. Когда-то лошадь смогла вывести нас в цивилизацию, а теперь помогает вылечить недуги, которые появились от негативного воздействия этой цивилизации. Умное животное всегда будет рядом с человеком и будет верно ему служить, помогая справиться с, казалось бы, неисправимыми последствиями. Субтитры создавал DimaTorzok